У нас 2024 года. Я постараюсь ответить сегодня на ваши вопросы, которые вы задаете, ну и пусть у нас все получается. Специально вывели вот так вот, с этой стороны, специально вывели вот так чат, для того, чтобы вы видели, что я вижу ваши вопросы и вижу, как вы их задаете. Итак, Инна Ивановна. Доброго вечера, учитель. Побожайте мне гарную и счастливую долю. Хочу любить и быть любимым. Я всего вам желаю, я всем людям желаю. Хай у вас будет завжди гарна доля, гарна встреча, хай будет гарна родина и батьковщина и все, что потребна людине для того, чтобы она была счастливой. Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Андрей. Скажите, пожалуйста, как понять, что девушка в тебя влюблена? Большое спасибо. Девушка, когда влюблена, то у девушки постоянно есть определенные движения, которые делает. То есть, при виде вас она может кусать губу, трогать свои волосы, делать вот такие движения или там ласкать чашку или там и так далее. То есть, это всегда видно, как делает девушка, если она не влюблена и если вы ей безразличны. Она постоянно переключает внимание. Вы говорите, ты мне так нравишься, она говорит, смотри, смотри, птицы полетели. Ты такая хорошая, смотри, смотри, какая собачка. Ну, вот таким образом это все и происходит. То есть, любимые не могут друг от друга оторваться в тот момент, как нелюбимые пытаются переключить максимально. Рядом с любимой женщиной мужчина становится красивым. Рядом с нелюбимой мужчина становится некрасивым. Поэтому, если любимая женщина будет для вас подбирать одежду, все будут говорить, как тебе эта одежда идет. Если нелюбимая, все будут говорить, что это на тебя идет. Армида Зарганян. Заргарян. Здравствуйте, меня зовут Армида. Очень прошу благословите мою семью и дедок Ани, Армана и Арину. Да, пусть будут счастливые, пусть будет у них счастье и радость. Пусть любят друг друга, пусть будут здоровыми. Худеть нужно деткам. Толкин Нурбекова. Здравствуйте, наш мудрый учитель, моему братишке скоро 50. Но он холост, еще заведет ли он семью? Да, показывают, что заведет. Девочка будет, скорее всего, казашка, возможно, знаете, такая, или татарка, очень похожа на такую вот. Такая красивенькая, молоденькая, кстати. Илшат Нос, возможно, даже с ребенком. Илшат Саифут Динов. Андрей Андреевич, добрый вечер. Мужа готовят к операции, ничего не говорят. Боюсь, что рак легкий. Скажите, как пройдет операция. Хорошо пройдет операция, не нужно бояться. Но 16.20. Илшат Саифут Динов. Написал от телефона сына, прошу прощения. А, понял. Раушан Джуматова. Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что вы есть. Пожалуйста, могли бы объяснить, почему может нравиться старинные предметы, антиквариат. Часто хочется приобрести что-то подобное. Человек так устроен, что человеку нравится все красивое. Дело в том, что нас очень культурно обобщил всех Советский Союз. Дело в том, что в Советском Союзе все делалось для всех людей. Но из-за того, что нужно было это делать в большом количестве, то делали как попало. То есть, никто не делал вещи красивые. Слово красота вообще в Советском Союзе, оно отсутствовало. Не показывали ничего, что могло бы. И даже запрещали какие-либо произведения, такие типа там модная одежда или модные вики-энд-викенды. Или модные какие-нибудь дни моды. Этого никто не делал. Это все было запрещено, потому что люди должны были быть все одинаковые. У людей должна была быть любовь. И это одна любовь к партии. И так далее. И антиквариат, когда мы рассматриваем, то сталкиваемся с тем, что это делалось как элемент проявленной красоты. Вот смотрите, сталинки, которые настроили в городах, и старые дореволюционные дома. Какие красивее? Дореволюционные красивее, а сталинки так себе. Почему так делалось? Потому что очень большое внимание уделялось красоте. То есть, когда была конкуренция, то в этой конкуренции участвовали не только быстрота и скорость построения здания, а еще и талант, и, наверное, идеология, и, возможно, еще что-то там архитектора и так далее. То есть, архитектор приносил и в большом количестве выбора, какой дом построить, выбирали тот дом, который мог понравиться больше. Поэтому старались украшать дома фигурами, вензелями, там, какими-либо архитектурными, сложными или усложненными решениями, колоннадами, колоннами, арками и прочим. И точно так же было во всем. То есть, человек не мог. Человек приходил и хотел купить ложку. И ему предлагали ложки обычные или ложки красивые. И вот старались делать артели. А из-за того, что в артелях было очень много людей, много артелей было, то старались более художественно подходить. Старались выполнять более красиво, старались выполнять более художественно. Это все развивалось в виде вот такой культуры. Поэтому то, что старина, как ни странно, гораздо красивее. В большинстве своем очень старые вещи очень часто бывают красивыми. Второе. В старых вещах обычно находится история, которую мы чувствуем. Обычно дорогие старые вещи или дорогие старинные вещи, они связаны с тем, что старинные вещи могли себе купить только состоятельные люди. То есть, человек, который не мог приобрести такую вещь, он не имел высокого заработка. А такие дорогие там картины, живопись или какие-либо предметы старины, их могли приобрести либо дворяне, либо мещане, которые стали богатыми со временем. И потом передавали по наследству. То есть, это фактически вырабатывалось или покупалось классом, которые имели определенный статус. И вот наличие этого статуса передавалось и самому изделию. И очень часто, когда человек покупает антикварное изделие для себя, то у него улучшается материальное благополучие, улучшаются возможности зарабатывания, открываются новые перспективы, появляются новые виды коммуникации и так далее. Вот так это все устроено. Люблю ли я антиквариат? Я люблю красивое. Я люблю красивое. И я люблю жить. И я люблю все, что дает Бог, я люблю. А нравится ли мне антиквариат? Не обязательно. Есть очень много компаний сейчас, которые создают прекрасные вещи, которые не уступают антиквариату ни в чем. Есть очень красивые виды посуды, есть очень красивые виды одежды, есть много всего. Если выбирать вот там антикварное или нет, все красивое уже было скуплено до нас, и нам остается покупать то красивое, которое создается в современности. Но мы не расстраиваемся. Почему? Со временем то красивое, что мы купим и будем хранить, останется у нас это красивое в дальнейшем, перейдет по наследству. У меня была когда-то история такая, я жил с девушкой, и мы с этой девушкой поехали за границу. И были в семье, и там в семье очень, там мужчина был говорящий на нашем языке, а женщина иностранка. И иностранка из семьи дворянской была. И эта женщина, она говорит буквально такие слова. Она говорит, о, а хочешь я тебе покажу наши украшения семейные? И вынесла целую коробку семейных украшений, и показывала там брошь бабушкина, а это брошь, которую там дедушка бабушке подарил, а это кольцо, которое прабабушка носила там с рубинчиком и так далее. И там ну около десятка этих украшений. Говорит, с каждым из этих украшений связана судьба, это передавалось по наследству, а я передам своим внучкам. И это наши семейные украшения. Вот мы их очень ценим, любим, это много создает. А у вас есть семейные украшения? Я и тогда объяснил. В Советском Союзе, в той нищете, в которой мы жили, не было ни у кого никаких украшений. Были искусственно выручены рубины вот такого размера, такого же размера сапфиры, которые делались в Харьковском институте. В Харьковском институте выращивания этих искусственных полисапфиров. И в дальнейшем там их выливали, гранили как-то и там запускали там в золоте. Это было все одинаковое, это все рассказывали, все это настоящие рубины, стекла, это самые обыкновенные. Лейкосапфиры, искусственно выращенные наподобие там. Ну и ничего они не стоили в целом. И конечно спустя годы это все передавалось по наследству, на самом деле никакой не антикварной, ни какой-то там особенной, какой-то внутренней составляющей не имело. Почему? Дело в том, что то время, когда люди жили, оно было обезображено. Обезображено чем? Люди выживали. То есть им давали зарплату, они должны были с утра до ночи ходить куда-то и им рассказывали, как это быть модным там. И жизнь человека, она превращалась в посещение, беготня за едой, потом посещение там, если человек стремился к чему-то прекрасному, посещение там театра или посещение каких-либо, какие-либо такие художественных выставок, что было тоже нечасто и так далее. Но в целом это сводилось к тому, чтобы выживать и любить то, что называлось Советским Союзом. Те люди, которые сейчас говорят, мы хотим туда, очень напрасно. Уже никто никуда не должен хотеть. Почему? Потому что каждый день создает новый день и новый день он отличается от каждого предыдущего. Поэтому пусть будет будущее. Если будущее будет таким, как прошлое, а прошлое уже умерло, то тогда это все приведет к чему? Угадайте с трех раз. Поэтому приобретайте антикварные предметы, если они красивые. Приобретайте новые предметы, если они красивые. Развивайте у себя состояние понимания живописи, понимания музыки, не обязательно классической музыки. Почему-то среди людей считается, что понимание классической музыки и только классическая музыка может быть самой красивой это неверное понятие почему мир эволюционирует и сейчас есть современная классическая живопись и современное художестве и современная живописи современная музыка и современная классика если электронная музыка наоборот все не сузилась а расширилась конечно никто не говорит что нужно забыть вивальди никто не говорит что нужно забыть бетховена но никто и не говорит, что нужно ограничиваться и говорить, вот тогда Битхоин в Ивальде это было самое лучшее, а все, что сейчас это полная ерунда. Нет, сейчас есть тоже прекрасная музыка, прекрасные исполнители, прекрасные инструменты, прекрасные обработки, прекрасно все сейчас прекрасно, сейчас красивее, интереснее. Я смотрел альбом такой, это альбом тысячу, там были фотографии, и там были фотографии от начала 19 века до середины 19 века, то есть там 1830 года, 1860 года, и разные фотографии разных людей, и там семей собирали, и там целая коллекция, и мне было интересно посмотреть на эти фотографии, на этих фотографиях люди выглядели старше, то есть эти люди, они в силу того, что жизнь была сложнее, в силу того, что много или другие были, другие были, другие продукты питания, людям приходилось работать много, или там какие-то принимали продукты, не такие, и так далее, люди выглядели хуже, они выглядели на этих фотографиях, или это качество фотографий, еще возможно, потому что они выглядели уставшими, невеселыми, озабоченными, страдающими, усталость и отпечаток какой-то вот такой на лице, он был практически у всех, хоть богатые, хоть бедные, усталость, депрессия, меланхолия, это все выражалось в их лицах, сейчас я вижу очень часто счастливых людей, да, счастливые люди бывают, если там нет отпечатка наркотиков, если нет отпечатка глубокого алкоголя, если нет отпечатка психического заболевания, то у человека можно увидеть искреннюю, яркую, солнечную радость, и это есть, я это вижу, я вижу это среди блогеров, я вижу это в фотографиях, в инстаграме и так далее, и это очень радует, потому что чем больше радостных, счастливых людей появляется на этой земле, тем лучше жить, людям на этой земле будет. Скажите, пожалуйста, можно рисовать талисман от боли, на месте, где болит можно? Андрей Андреевич, за видео, как быстро исполнить желание, пользуюсь, работает, удивление нет предела, супер. Ксения, очень благодарна за все, вы замечательный, пожелайте мне встретить хорошего мужа, хорошо, желаю вам, Ксения, встретить хорошего мужа, вы красивая женщина, встретите мужа хорошего, невысокого роста, крупненького, такого будет вам нравиться, а волосы нужно сделать светлее. Римма Смирнова, если волосы сделаете светлее, будете делать вьющимися, тогда выйдите замуж практически мгновенно. Хотела бы узнать про один в эзотерическом таланте, достаточно читать 6 месяцев пуджу 7-дневную, спасибо за знание ответ. Вам интересно цифра 1, что она обозначает? Цифра 1 обозначает шанс, чем больше единиц у человека, тем больше у него шансов. Люди, у которых в цифровом коде много единиц, это люди, у которых может быть много шансов. Также это люди амбициозные и дерзкие, резкие, но им везде дают шанс, то есть человек хочет заниматься творчеством, шанс дают, он хочет стать политиком, шанс дают. Чем больше единичек, тем больше шансов. Если единиц нет, то шансов нет никаких. Поэтому во время построения пентаклей я же буду ставить там в нужном месте единицы по 6 штук, в нужном месте там по 8 штук буду ставить не по 6, а по 8. Почему? У человека должно быть 8 шансов, 8 элементов удачи, 8 обожаемых личностей, 8 элементов того, как он может защититься или отомстить и так далее. Всего должно быть по 8, а соединяется умножается, все это на девяточку. Здравствуйте, в связи с изосточением мобилизации в Украине, очень прошу, пожалуйста, если возможно на обряде проектор поставьте защиту, чтобы никуда не забрали. Эзотерический мир, он связан с понятием, которое называется весы. Когда люди живут в этой жизни, то они слушают разных эзотерических мастеров или не мастеров, читают книги. Этих книг, конечно, много и людей много и так далее. У всех разные мнения, все говорят о первопричине или причинах, следствиях, о вибрациях. Много очень информации такой всевозможной существует. Я хочу вам сказать, как все устроено в целом и на самом деле. Существует единый закон. Этот единый закон, я его называю единым законом Бога. Он заключается в том, что божественная энергия, она не смотрит на то и создает событие, несмотря на то, что сделал человек, но смотря на то, что чувствует человек на протяжении своей жизни раз и что чувствуют по отношению к нему люди, с которыми он коммуницирует. Фактически это выглядит так. Если на протяжении жизни человек, допустим, есть две чаши весов, человеком происходит то, что он чувствует. На этих чашах весах условно выглядит все так. Одна чаша весов, она почему так, кстати? Человек устроен по принципу того, что Бог дал ему жизнь. И Бог все время следит за тем, чтобы человеку либо нравилась его жизнь, либо не нравилась. Почему? Это особенность частного выбора человека. Если жизнь не нравится человеку, то у человека забирают возможность жить дальше, создавая для него ситуации или события. Если жизнь нравится, то создают события, чтобы дальше нравилось еще больше. Но как определить, нравится или нет? Что отвечает за слово нравится? За слово нравится не отвечает мозг, а отвечает чувство. Поэтому элемент нравится является ключевым элементом в жизни человека. И поэтому я хочу вам сказать, когда вы живете, то вы очень часто наполняете свою чашу не нравится, чем попало. Наполняете возмущением, поиском информации, негативом, негативите, злитесь, вредничаете и делаете вокруг себя еще много неприятностей. То есть делайте так, чтобы думая о вас другие люди тоже негативили. То есть они видят вас, вспоминают о вас, говорят, а вот она киданула, она сволоча, она какашка. Пишите кому-то плохие комментарии и так далее. Я же вас убеждаю. Запомните навсегда с вами и вы всегда будете находиться под защитой высших сил. Если вы будете знать, что чем больше у вас будет приятных состояний в жизни, чем меньше вы будете находить возможности искать что-то плохое, чем больше вас будет хоть что-то в жизни радовать, тем лучше ваша судьба будет. Она создаст для вас сама все, что вы даже не захотите, а все, что приведет вас или принесет вам счастье. Люди, которые говорят, мы ненавидим 24 часа в сутки, готовьтесь, у вас будут и мобилизации, и какие-то, а как же их не любить? Послушайте, никто вас не заставляет не любить. Вас заставляют любить. Как вы на это не можете обратить внимание? То есть когда началось что-то, то началось и говорят, вот началось, теперь мы их не любим. Да, началось, чтобы вы что сделали? Чтобы мы их не любили. И это неправильно. Началось все для того, чтобы вновь начали любить тех, кто рядом. Почему такое происходит? Надо обожать людей, тех, кто рядом находится. Обожайте тех, кто рядом. Обожайте животных, которые с вами живут. Обожайте соседей. Находите возможности говорить себе на протяжении дня слова, а мне нравится это, а мне нравится то, а мне нравится это и есть то, что хотят от вас высшие силы. Они хотят, чтобы это было. А когда человек, я ненавижу их, а еще этого ненавижу. Люди в какой-то момент так искренне начали ненавидеть всех, что добавило еще и к ненависти к тем, кто находится рядом, что это бесконечная ненависть, которая создана ими и кем-то создала эти события. Когда с человеком неприятности, то человек должен сократиться и начать любить сильнее тех людей, которые находятся рядом. А у других по-другому. Когда неприятности где-то происходят, то все вокруг виноваты. Так в одной семье, допустим, появляется неприятность и рефлекс на неприятность. Допустим, жена утром встала, посмотрела, муж утром встал, посмотрел в телефон, там какие-то новости, она проснулась. Она проснулась и как дела? Пошла ты! Какие дела? Ты замучила тут вообще? Что такое? На что ты обижайся? Чего ты такой скривленный? Почему у тебя плохое настроение? Он не может понять, почему плохое настроение. Он уже заряжен. У него чувства уже заряжены. Он ее уже ненавидит. Он ненавидит и дом, где он живет, и жену ненавидит, и русских, которые там нападают, эти ракеты и так далее. И все это идет по вот такому... А потом, кто страдает? Человека может спасти только внутреннее счастье. Человек внутреннее счастье накапливает на протяжении жизни. Чем больше его, тем лучше. Чем больше вы делаете комплиментов, тем больше внутреннего счастья будет появляться к вам. Чем больше вы радости испытываете в жизни, тем ярче жизнь будет, и счастливее будет. Кто угодно может мне сказать, нет, это не так, нужно молиться Богу, Бог поможет. Послушайте, вы делаете, что хотите. Я даю стопроцентный инструмент для того, чтобы изменить все в нашей жизни. Когда человек на протяжении дня ненавидит, ненавидит искренне и подолгу, когда человек на протяжении дня злится, и злится подолгу, когда человек находит, чтобы найти повод для того, чтобы злиться и ненавидеть, жизни его сулит что-то нехорошее. В его жизни не будет счастья, оно будет у него, оно, возможно, не сразу несчастье проявится. Когда весы переполнятся, и на этих весах будет много очень несчастья, то тогда жизнь сократят. Поэтому, что нужно делать? Знаете, даже в случае, если, вот как у меня был знакомый, он был и есть, я ему когда-то сказал, он говорит, Андрей Андреевич, я ожил, когда начал на вас работать, потому что вы все время говорите о счастье, и я его начал находить. Вновь в жену влюбился, появилась какая-то радость в жизни, перестал обращать на все внимание. Его забрали, он отслужил и даже получил ранения, причем не одно, а несколько. Я ему помогал в этом всем. Там и реабилитироваться, и восстановиться, и так далее. И там все знают, что это все за деньги, и там везде нужно платить. Я поддерживаю огромное количество просто ребят, и людей, и так далее. Ну и когда это все произошло, он говорит, вот только радость, вот такая внутренняя, настрой, когда вот нравится, он меня спас. Почему? Потому что тех, кто искренне ненавидел, тех, кто искренне злился, тех, кто искренне находил поводы для того, чтобы на здрасте говорить, фигасте. Но эти люди пострадали. Здравствуйте, Андрей, скажите, если можно, как создать свое собственное заклинание? Сделать это возможно. Мной был создан семинар, который называется «Построение символов и знаков. Вторая часть». Там я даю тайные слога, из которых можно построить заклинание свое или свою мантру, а также тайные символы, из которых можно построить какой-либо знак для себя. Поэтому можете знак соединить с символом, и как это делать, я там полностью рассказал. Очень интересный семинар. Ничего подобного никто никогда не выпускал. Не знаю, почему ученики сейчас не показывают свои мантры, не показывают свои заклинания. И этому можно обучать. Это очень интересный семинар. Там каждая буква, каждый слог. Также можно за счет такого семинара понять, какое дать название своему бизнесу, что обозначает ваше имя и фамилия на энергетическом плане, что обозначает ваш бизнес на энергетическом плане, и даже как он дальше будет процветать или не процветать. И даже сделать символ для себя какой-либо, так, чтобы он соответствовал идеям и вашего бизнеса, и ваших задач, и всего остального. Ого, как много нас. Здравствуйте, я постоянно болею. Скажите, что я делаю неправильно? Прохожу все марафоны и семинары. Есть два типа, есть три типа заболеваний. Согласно тибетской медицине, человек болеет тремя типами заболеваний. Первые заболевания возникают у человека в тот момент, когда на него что-то воздействует экзогенно. Это его раздражители. То есть, когда он раздражается на окружающий мир, его все время что-то бесит. Также он пьет не чистую воду. А тибетцы говорили, пейте теплую воду обязательно, чтобы она была предварительно прокипяченной. Знаете, это правило. Кипяти 7 часов, пей ее 7 дней, и после этого уже не пей. И пей ее теплой. И это все как-то там в виде стиха. Ну и вот считается, что кипячение 7 часов воды, потом питье такой воды на протяжении 7 дней помогает человеку выздороветь, наполняет его, излечивает от ряда заболеваний. Но такую воду нужно пить еще и чуть-чуть подогретой. Утром или вечером не имеет значения. Не знаю, в чем принцип, но могу сказать, что правда работает. Второй вариант, который звучит так. Старение. Мы обязательно стареем. И старение, оно связано у нас с уменьшением усвоения и выведения, усвоения кислорода и выведения токсических веществ. И каким образом это все необходимо делать? Там я давал практику, она называется практика, их несколько. Одна из них называется, допустим, есть дыхание по патрулу Далкару, когда человек должен дышать каждый день. Вот если бы вы дышали 90 дней подряд, то вы бы сейчас не говорили, что я всем болею. И третье очень частое явление, измените отношение к пище. Каким образом изменить отношение к пище? Когда человек болеет, он должен знать, что. Смотрите. В случае, если у человека очень худое тело и человек истощен, то человеку нужно больше масел, жиров и белков. Углеводов меньше. Если человек нервный, то углеводов больше. Если человек, допустим, если человек уставший все время, то тогда жиров и углеводов тоже больше необходимо принимать. А так вообще по многим вот этим проблемам я дал целые системы. На одном из марафонов я давал систему, она называется система ВУСИН или коды ВУСИН. И я даже во время этого марафона показывал, как их практиковать. И засекал время. Я говорил, что если читать вот эти 14 или 20 кодов ВУСИН, друг за другом, они там по 7 штук в пачечке, по 7 раз. Это занимает 4 минуты. Я говорил, если 4 минуты каждый день посвящать чтению вот этих кодов ВУСИН, то на протяжении года вы вылечитесь от 129 первопричин всех заболеваний. От позвоночника заканчивая нервной системой. Скажите, вы это делали? А ведь это только 5 минут. 5 минут в день. 5 минут в день. Это же панацея. А я прошла, я прошла. А 5 минут в день вы уделяете этому? Нет, я знаю это на 100%. А как вы используете то, что вы прошли? Ответ такой. Ну никак. Ну что ж. Если сбилось при чтении мантры, идите на первую ступень. Если не смогу быть в прямом эфире на методе проектор, можно будет пройти в записи, да. Привет с Ирландии. Здрасте. Здрасте, уважаемый народ. Кайлас Инбес. Здрасте. Интересно. Подскажите, интересно целительство гадания на Таро. С чего начать? С уважением, ученицы о пятой ступени. Сторон начинайте. Спасибо огромное за знание и заботу о людях. Вы нам можете подсказать. Дочь Марти заканчивает магистратуру, планирует купить квартиру. Можно это делать? Да. Как раз время. Мира вам побыстрее. Слава Украине. Даже не сомневайтесь. Леся Барановская. Добрый вечер, Андрей Андреевич. У меня цветочный магазин. И 14 февраля важный для такого бизнеса день. Если можно, пожелайте. Будет все очень хорошо. Не переживайте. Пожалуйста. Имя для малыша в этом году июнь. Спасибо. На букву Р. Любое имя на букву Р. Андрей Андреевич. Как снимать магическую печать, если такую поставили на человека? Если на человека поставили магическую печать, то такие люди, как я, могут ее видеть. Покажите мне, скажу на 100%, есть эта печать или нет. Если есть и попросит человек, я бесплатно сниму. Так же скажу, кто поставил. Здрасте. Хотела узнать ваше мнение, что думаете о книгах Карлоса Кастанеды. Расскажите, интересно узнать ваше мнение. Я читал все книги Карлоса Кастанеды, и мое мнение прекрасное. Мне нравятся идеи Карлоса Кастанеды. Но дело в том, что сами идеи Карлоса Кастанеды, они из-за того, что это книги, которые передают тайный смысл, они закрываются от человека определенной программой, которая должна заставить человека либо возмущаться, либо пойти не тем путем. И превратно люди, которые читают книги Карлоса Кастанеды, начинают думать о том, что ауяска или принятие пайота, пиота могут помочь человеку. Или принятие дурмана, дурмана, не дурмана, а дурмана и выращивание своего собственного куста, о чем он там писал, может помочь человеку приблизиться. Никто не замечает о промопаре. А промопара это прямая передача, которую передавал ему этот индеец. То есть передавал именно этому человеку прямую передачу. Так прямая передача, она начинается со слов «Силой данной мне…» Вот я всегда говорю, вот помните, я провожу марафоны и всегда говорю «Силой данной мне и закрываю рот». Почему? Потому что когда мне мой учитель давал промопару или прямую передачу, он сказал «Никогда не произноси мое имя, глядя людям в лицо». И я это делаю. То есть когда я говорю «Я силой данной мне…» Говорю там… А ученикам говорю такие слова «Я силой данной мне там то-то-то…» А ученики мои говорят «Я силой данной мне моим учителем Уларом Гесером там…» Делаю то-то, то-то, то-то. Это называется прямая передача промопара. О книгах этих я могу сказать о том, что люди опрометчиво читают такие книги, начинают думать не о том. Они начинают рассматривать идеи продвинутого путешествия внетелесного или идеи визуального образа под использованием или обретения способностей ситх, о которых пишет. Помните, птица может лететь и камень может лететь, об этом говорил Дон Хуан. И там ему не верили, а это все на самом деле. И помните там, какие ритуалы проводились. То есть найди две саламандры, одной за шеи рот, одну убей, эту отпусти, она потом тебя найдет и так далее. То есть есть много очень таких нюансов, о которых написано у него. Но под вот этой всей мишурой огромным пластом идет философия. Вот эта философия – это философия принятия себя. Это философия Адвайты, которая идет даже вот в таком искаженном виде. Это философия одиночества, когда человек, оказываясь в одиночестве, не одинок. Это философия сосредоточения, когда Дон Хуан говорит о том, что быть молчаливым не значит быть глупым. Обычно, когда человек молчит, то он умеет слышать и умеет думать. А очень часто, когда человек произносит очень много, в этот момент он может говорить даже то, о чем не думает. И это у индейцев, кстати, заметно, потому что многие индейцы молчат больше, чем разговаривают. И когда человек перед ними начинает что-то говорить, то они это не понимают. Почему? Потому что они думают, что человек не думает в тот момент, когда он разговаривает. И вот эти идеи, они более философские. Они полезны, они интересны. Вообще это все открывает горизонты для людей, которые любят творчество, потому что это дает возможности человеку понять, что не все так принципиально и не все так упрощено. Вообще, по моему мнению, человека, который занимается изучением человека, изучением биохимии человека, биохимии клетки и так далее, я могу сказать, что, понимая, как работает или как устроена клетка человека, понимая, как устроена система биохимии клеток, я могу сказать, что это один из самых сложнейших механизмов, которые существуют вообще и когда-либо существовали на Земле. Я являюсь тем человеком, который думает о том, что человеческое существо, это существо, которое создавалось из предварительно изготовленной техногенным существом клетки, уникальной и универсальной, которая была дуплицирована и клонирована, из которой было создано потом целое поколение вот тех людей, которых мы из себя представляем. Почему? Но не верю я в то, что путем эволюции может состояться клетка, которая состоит так сложной, в которой происходит ежесекундно до одной и той же жидкости, до 60 тысяч реакций, которые в одной и той же жидкости могут являться совершенно противоположными. Нереально, нереально. И это не может быть у человека создано процессом эволюции. Не может быть. Не может быть. Человек настолько далек от понимания создания клетки и тех процессов, которые происходят в собственном организме. Да, мы можем соединить химические элементы, много знаний есть по органической химии, даже научились клонировать существ. Но никто до сих пор не может до конца объяснить строение клетки, любой клетки нашего организма. Почему клетка состоит из липидов, из белков, почему белки тяжелые, почему становятся все головками в одну сторону, а хвостиками в другую, почему одни к другим становятся так, что там появляется полость, кто регулирует эти полости, почему через эти полости проходят минералы в одну сторону, не проходят минералы в другую, почему, как работает АТФ-система там вообще, она работает там по разным принципам, почему в одной и той же клетке есть леганды, почему есть одни леганды на одной и той же клетке, которые отталкивают, притягивают, почему одни и те же леганды могут действовать на разные рецепторы, почему рецепторы могут действовать с одной стороны так, а с другой так. И это все невозможно объяснить. В каждой клетке нашего организма каждую секунду происходит до 60 тысяч реакций. А если рассматривать уже дезоксирибонуклеиновые цепочки наших митохондрик и наших белков, то там вообще конец, там вообще конец. Там вообще конец концов. И оно при этом еще и функционирует как самый сложный мегамеханизм. Если взять сейчас и построить клетку, на обслуживание этой клетки понадобится миллион или миллиард самых современных компьютерных систем. Потому что каждая клетка выполняет столько функций, для обслуживания которых необходимо просто огромное количество информации. Глобальное количество информации. Именно поэтому я и говорю, наш мозг иногда нужно отключать. Садиться вот так и говорить, мой мозг отдельно от моего тела. И потом говорить, пусть тело само себя вылечит. И вот этот процесс самогенерации, он тоже важен. И он очень эффективен. Почему человек, закрывая глаза, к чему-то прикасается? Человек, закрывая глаза, наверное, распечатывает ту программу, которая была создана и которая находится в каждой клетке. Тот реактор, который заставляет каждую клетку появляться, формироваться, контролировать и так далее, и так далее. Это нереально. Каждый человек это мега, невероятно, фантастически сложное существо. Фантастически сложное существо. Если внешне там, мы же люди средневековья. Почему? Отрубовать, резать, знаете, отпиливать, поить, вода всех спасет и так далее. Нет, все очень сложно. Чем больше люди изучают клетки, тем больше у них возникает вопросов. Чем больше они ныряют туда, и там столько противоречий, я вот вам говорю это серьезно. Просто везде, везде много так всего вообще. Ну невозможно даже об этом говорить. Каждый раз, когда настроение падает, я беру биохимия клетки, листаю эти страницы и понимаю, что человеческое существо это нереальное, просто какое-то космическое, абсолютное произведение. Ну невозможно даже понять весь объем. Мы же видим только, мы имеем вот такое, при этом вот такие. О книгах Карлоса Кастанеды хорошо, а вот о направлениях, которые развиваются как New Age направления последователей Карлоса Кастанеды отношусь плохо. Потому что очень часто это сублимируется или мутирует и начинают происходить какие-то нарушения. Знаете, как в свое время были, как в свое время в Индии появилась религия кришнаитов, кришнаитов. И потом были секты кришнаитов. Вот в одной из идей в сектанстве кришнаитском, там было такое понятие, что рядом с Кришной находилось большое количество тех, кто смотрел за коровами, как их там называли, погонщиков, погонщиц и так далее. То есть тех, кто рядом с ним находился. И он, говорят, что он там с ними развлекался, вступал там в интимные связи и так далее. И они начинали говорить, что для того, чтобы быть ближе кришне, необходимо как можно больше интимных связей. Таким образом проформировалась секта. На самом деле это было сказано не для этого. Не было сказано о том, что он там вступал или не вступал. Было сказано о том, что они его невероятно почитали. А для того, чтобы с кем-то вступить, нужно невероятно доверять. Они его невероятно любили, как муж, невероятно почитали. Тем самым хотели передать идею, эта идея божественной любви, для того, чтобы обычному человеку это было понятно. Поэтому я хочу сказать, что очень часто любые идеи, которые передаются, если они формируют какие-то дополнительные идеи, то эти сформированные идеи, они могут быть небезопасны. Примеры. Поедете там Айваз купить, после этого шизофрения, или после этого расстройство психики, или даже смерть. И никто же не ответит. Или начинаете заниматься какими-либо эзотерическими практиками. И после этого, как много людей я знаю, у которых и крыши съезжают, и у людей просто нестабильность психическая. Я много людей знаю, которые смотрят в поисках истины, в поисках общения с Богом, в поисках каких-то, когда человек прям стремится познать, что такое высшее, божественное, начинает кидаться, ему нужно быстро, ему нужно, несомненно, непременно, жизнь заканчивается 60-70, к Богу нужно, нужно быть ближе и так далее. Ну и человек себя накачивает, накачивает этой информацией, и крыша потом протекает. Потом он злой, у него ничего не получается, он себя сам в тупики ставит, потом начинаются вопросы, почему есть те, кто снимает информацию и там запросто общается с ангелами, и там с хороняками какими-то, и там с богами, и там еще с кем. А у меня не получается, как это, а тот человек плохой, а я хороший, почему это. Вот когда почему начинается и начинается развал. Вот в тот момент, когда начинается слово почему, поставьте черту и скажите, я служу темным силам. Путь к Богу, это путь верности, путь без почему. Каким образом служить Богу? Начните с ощущения, что он вас любит. Начните с ощущения, что какой, неважно. Неважно, выберите 84 из пантеона, там, индуистских богов, или выберите христианского Бога Иисуса Христа, или выберите Аллаха, или выберите, ну, кого хотите. Ощущайте, создайте ощущения. Что такое ощущение? Начните ощущать, что то существо, которое является Богом, настолько вас любит, что вы чувствуете. Настолько вас любит, что вы чувствуете, и вот это чувство усиливаете в себе. Если это использовать на протяжении длительного времени, то это называется элементом преданности. Вот этот элемент преданности и есть основой для открытия паранормальных способностей. Каких? Любых. Можно ли их как-то по-другому открывать? Можно. Каким образом? Сначала представляете, будто вы слышите скрипт. Я, знаете, из лая-йоги сейчас расскажу. Сначала человек должен представить, будто он слышит скрипт открывающихся дверей. И вот вы сидите и слышите скрипт туда-сюда, туда-сюда. Потом скрипт должен измениться на звук более ровный, чаши или струны. Это нужно делать спустя там 2-3 недели. После этого там, где вы слышите звук, представьте, будто вы слышите вместо скрипа и звука самый тонкий звук колокольчика хрустального. Закройте глаза и засеките время. Удерживайте звук колокольчика хрустального как можно дольше. Если вы удерживаете до 3 минут звук, который не исчезает, то в дальнейшем вы можете спросить, я хочу, чтобы сейчас мне мой Бог, там Иисус Христос или ангелы или там еще кто-то связались со мной и сказали мне что-то. И после этого в этот момент услышите звон и после этого ждите. Скорее всего у вас появится в голове звук издалека, который начнет с вами разговаривать. Опять-таки, в случае, если вы скажете, стоп, я больше не хочу, это должно прекратиться. И как определить, являетесь ли вы человеком, который болеет шизофренией с галлюцинациями звуковыми и слуховыми или вы все же человек, который снимает информацию. В случае, если вы снимаете информацию, то вы можете сказать, начинай мне говорить и оно говорит. И хватит говорить и оно прекращает. В случае, если это галлюцинации, вы говорите, хватит, а оно не прекращает. И говорите, я не хочу видеть, а оно все показывает. Вот если я не хочу и показывает, нужно к врачу. А если хватит и прекращается, вы снимаете информацию. Вот такой мой совет. Поэтому Карлос Кастанеда, прочитайте книги. Читайте не спеша, делайте это ежедневно. Прочитайте, чтобы сформировать свою идею. Удивительность книг Кастанеды заключается еще и в том, что они дают какой-то подъем. Я первый раз прочитал книгу Пхагават Гита в свое время. И она дала просто какой-то невероятный подъем. Кстати, огромное спасибо Борису Гребенщикову, моему другу, который сейчас уехал, конечно же, из России в Израиль. С которым я общаюсь. Мы друзья, с ним дружим с Харьковой. И этой дружбе уже 18 лет. Он, скорее всего, даже смотрит это видео. И я могу сказать, что огромное спасибо за его индивидуальную транскрибацию. И не транскрибацию, а за его индивидуальный перевод Пхагават Гиты. И за его индивидуальную вот такую работу, над которой он занимался больше многих лет. Там трех или четырех лет. Я считаю, что его чтение и его перевод Пхагават Гиты самый наполненный, самый яркий и самый удивительный. Он вдохновляет, он очень приятный. Его можно найти бесплатно в интернете. Он на него потратил на записи, на все это большое количество времени, где-то 7-8 тысяч долларов. При этом это не принесло ему ни рубля, ни славы, ни почета. Зачем он это сделал? Люди говорят, да он там, кто его слушает. Он что-то делает, он сделал приятно. Просто так записал, просто так потратил время, просто так перевел. Просто так выпустил, потратил еще кучу денег, и это все никто не смотрит. Там может быть 2000 человек посмотрели эти аудиокнигу, которая выложена бесплатно. И конечно же это не финансовый проект. У него волосы отросли или это старая запись? У кого у него? У меня? А я в парике. На самом деле это волосы отросли. Каким образом они у меня отросли? Отсюда вобрали и сюда садили. А еще, когда вы видите те записи старые, вы должны знать, что там я болел онкологией. Много лет я был человеком, который болел онкологическим заболеванием. И проходил химиотерапию, радиотерапию и так далее. Это все повлияло на рост моих волос. Одни выпадали, потом не выпадали. Там как-то росли, не росли. Там плешь, там плешь. Потом я махнул рукой, перестал их спасать и сбрил. А потом, когда уже дети родились и сам диагноз был снят, начали по чуть-чуть расти и выросли. А те, которые не выросли, взяли отсюда и пересадили сюда. Есть такая операция, называется пересадка волос. Вот с успехом я ее перенес. Два или три раза. Поэтому волосы у меня настоящие. Пожалуйста, выигрывай суд по списанию долга. Показывают, что да. Здравствуйте, Андрей Дович, у меня цветочный пожелал уже. Будет ли у меня своя семья и дети? Да, сказал уже или не сказал. Мне 36. Да, будет и дети. Но уже давайте над этим работать. Подскажите, с чего початы проходят и першу ступень? Что зачем выконоваты? Выконоваты над прохождением первой ступени необходимо вот что. Садитесь и проходите первую ступень до последнего дня, от первого до последнего. И в конце последнего дня я даю рекомендации. Говорю, что вам необходимо делать. И провожу даже специальные совместные вот такие практики. И говорю, делайте вот так. Вот это, вот это, вот это, вот это. Также есть сангая, которая по обновленной первой ступени. И сангая бесплатно выложена по старой. Здрасте, Андрей Андреевич. Пожелайте мне здоровья. У меня рассеянный склероз. Хочу всю оставшуюся жизнь прожить на своих ногах. Ну, желаю вам. Смогу я восстановить слух? Ну, частично. Дочки уже три надели на великому пальцу на гноя не руки. Парила соду и мазала всем, чтобы гни выдали, ты навис вырезали. Но гноя, мисце уже почав темнеет палец. Необходимо делать дуплероскопию конечностей, для того, чтобы понять, может быть это атеросклероз или полинейропатия вообще. Проверить на сахарный диабет, индекс НОМА и инсулин. Как бы надо с этого. А там вырезать не вариант. Ну, вылечите. Показывает, что вылечите, да. Ирина Аказ. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если начитывать мантры и не реализовать на физическом уровне, не заниматься физически, может отразиться на здоровье? Заболели мышцы выше локтя? Нет, нет, выше локтя не может. Дело в том, что сейчас, скорее всего, это все связано до апреля или мая месяца транзитом планет. Плюс сейчас очень сильные магнитные бури. Сейчас очень, сейчас до апреля будут болеть скорпионы, там шеями и позвоночниками. Потом раки начнут болеть уже где-то с апреля-мая месяца поясницами и ногами. Потом начнут девы болеть, они будут болеть где-то с июля. Потом будут болеть уже стрельцы, они будут болеть где-то с сентября по ноябрь. Ну, как-то так. Добрый вечер, Андрей Ильич. Дочку 38 год, многие хотят жениться, но она замуж не хочет. Кто этот год замуж пойдет? Нет, к сожалению, в этом не пойдет, но не переживайте, замуж выйдет. Ирина Баранова. Добрый вечер всем участникам. Здравствуйте, так радостно в семье. Ой, спасибо, приятно. Можно ли покупать ваджу, пурбу с рук или в антикварном магазине? Да, ваджа и пурба являются религиозными инструментами или инструментами, дающими, которые не нужно ничего с ними делать и никак посвящать. И они могут использоваться в ходе вашей ритуальной работы. Как использовать ваджу и пурбу, я рассказываю у себя на семинаре «Обрядовая магия» вторая часть. Скажите, пожалуйста, сын разочарован в женщинах, был неудачный опыт. Женится ли он? Ему 5 февраля исполнится 34 года. Женится, девушка будет такая худенькая, высокая, темноволосая, даже может быть кореглазая или зеленоглазая. Ну, даже может быть Люда звать будет, или Лида, или Юля, не знаю, может быть. Юля Козленко. Здравствуйте, очень хорошо выглядят. Спасибо, так приятно. Юля, вы тоже, я вам там лайкаю в инстаграм. На фоне моря. Супер, а, или где-то, вообще всем лайкаю. Я, если мне попадается кто-то, кого я знаю, вот знакомый, я обязательно лайкаю. Вот, обязательно. Поэтому, и иногда, если вижу, что вы лайкаете где-то, особенно в инстаграме, я обязательно лайкаю, обязательно на всех подписываюсь. Ну, уже в тиктоке подписаться ни на кого невозможно, там оказывается только 10 тысяч человек. Вот я всех знакомых подписал, и получилось 10 тысяч человек. Эх, выйду ли я замуж за любимого человека, да? Выйдите. Подскажите, пожалуйста, у меня маникюр заняться, а работать на дому. Получится, только на дому не нужно, а нужно будет еще и ездить к людям. Но вы правильным путем идете. Пожалуйста, пожелайте отличного здоровья. Здоровья, Марина, удача. Осият Байкулова. Очень хочу поменять работу. Получится найти новую? Получится. Но так себе, не будет вам сразу все нравиться. Мой вязаный шортс. Классное название, имени и фамилии. Вязаный шортс. Желаю процветания школе Кала. Спасибо вам, вязаный шортс. Нургуль Шукурова. Недавно в Алматы было землетрясение 6,7. Подскажите, будет ли еще и землетрясение? Стоит переезжать в Астану? Не стоит землетрясение, больше не будет. Кстати, о землетрясении я говорил. Иришка Шабалина. Очень интересно все, о чем вы рассказываете. Ну, серьезно, вот это да. Сын Геннаний, ой, ця ликуваты зубы до панических атак. Карис, як эзотеричны до помахты. Вообще, есть сейчас такие клиники, где зубы можно лечить под общим наркозом. Найдите общий наркоз, пусть ему сделают и вылечат сразу все. И все. Это только первые разы такие панические атаки. Такое может быть. Вообще, есть седативные препараты, есть современные медицинские центры. Приходите туда, описываете его состояние. После этого ему вводят прямо внутривенно наркоз. Наркоз будет стоить где-то 2200 гривен. За час ему там полечат все. Потом нормально выйдет. Заплатите наркологу. Наркологу? Какому наркологу? Анестезиологу. И заплатите стоматологу, и все будет хорошо. Наркологу. Ужас. Маргарита Васенко. У меня дочь Дарина, студентка медколледжа, стала жаловаться на боли в ногах, что нет силы, мы далеко друг от друга. Как ей помочь? Не знаю. Может быть, давайте пусть ей поможет врач все-таки. Есть же врачи. Пусть пойдет к терапевту, объяснит свою проблему. Вообще, почему это появляется? Обычно у девочек это является тем, что они начинают худеть. Скоро весна, девочки начинают худеть, начинают не кушать. Сейчас вообще очень много есть информации такой. Она, если ее анализировать, сводится только к тому, что для того, чтобы похудеть, ты должна заниматься физкультурой. Как в этом армянском анекдоте. А не физкультуры. Тогда что? Тогда начинай не есть. Ну и это подходит. И девочки начинают себя, заставляют не есть. Если не есть долго, то происходят изменения работы мозга. Появляется анемия. А также появляется остыния. Появляются проблемы с мозговой деятельностью. Появляются различные болезни. И вот то, что вы описываете, может быть связано исключительно с тем, что она, влюбившись, хочет выглядеть еще худее, чем все худые. Самый худой из всех худых. И это опасно. Поэтому необходимо поехать к ней. Посмотреть на ее внешний вид. Побыть с ней и посмотреть, нет ли у нее булимии. Не насилует ли она свое физическое тело. Полноценно ли она питается и после этого уже обращать внимание, болят у нее ноги, есть ли в ногах силы или нет. Потому что это именно так все и развивается. А там чем эзотеристские помочь? Чем эзотеристские помочь? Вымаливание. Складывайте руки, говорите. Пусть ножки не болят. Пусть будет счастливой. Пусть будет красивой. И пусть нравится всем. Спасибо за любовь к людям. Я людей обожаю. Люди это как самое наивысшее и самое совершенное, что вообще создано на этой земле. Нет ничего совершения, чем человек. Екатерина. Хотим родить ребеночка, есть ли способ забеременеть мальчиком? Если положить под подушку фотографию Кришны и каждый день у стоп Кришны ставить благовоние, то родится мальчик. Правда. И если вынашивать и прикладывать фотографию Кришны к животику, то вырастет и родиться будет очень красивым и знаменитым. Вообще не надо еще и здесь ставить ограничения. Мальчик, девочка, не важно. Богу виднее. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Почему рождаются мальчики и почему девочки? Бог хочет развить что-либо в ком-либо. Если девочки, то для мужчины, чтобы больше любил девочек и лучше относился к жене. Если мальчика, чтобы жена больше любила мальчика и относилась лучше к мужчине. Наверное, так. Я так думаю. Опять-таки, это чисто мое мнение. Мама, инсульт с правой стороны, рука и речевой. Что посоветуйте? Берете 4 травки, тибетский сбор, ромашка, березовые почки, зверобой и бессмертник. По 150 граммов перемалываете через мясорубку, смешиваете в 3-х литровой банке, завариваете 1 столовая ложка, сверху насыпаете на стакан кипятка. Даете утром и вечером места, которые парализованы, смазываете маслом чайного дерева или маслом нероли. Натираете их. Можно еще, знаете, камфорным маслом. Нет, не камфорным, а касторовым маслом. Либо же еще, знаете, каким можно взять касторовое масло и в него накапать масло чайного дерева ароматическое. И вот этим маслом смазывать места, которые парализованы. Так, чтобы нагревалось, чтобы человек чувствовал, что там нагрев. Потому что они такие нагревающие. Шалфея. Вот масло шалфея. Хорошо. Шалфея и чабреца. А еще народные способы пить чабрец. Берется чабрец, измельченный 1 чайная ложка чабреца на стакан воды. Инсульт. И вот такой чайок, тибетский сбор, принимать утром и вечером. Дмитрий Борисов, я благодаря вам продал дачу. А где мой процент, раз благодаря мне? Не понял. Что такое? Где мои булькающие проценты? Я что-то не понял. Виктория Сан. Сан это солнце. Какой предмет лучше приобрести в дом, чтобы всегда было здоровье, счастье, процветание и радость? Большое и теплое сердце. Это самый важный предмет для семьи. Вы же имеете фамилию Сан. И поэтому вам нужно быть солнцем. Я говорю, не воспитывайте всех, чтобы все были солнцем. Будьте сами солнцем. Будьте самими яркими людьми. Делайте это солнце. Улыбайтесь, обнимайте, любите, наслаждайтесь этим. Нравится, не нравится. Это ваша жизнь. Ничего страшного. Наслаждайтесь. И спейте ее от самого начала и до самого конца. Падайте от усталости, но в радости. Наслаждайтесь всем. Любимыми женщинами, любимыми мужчинами. Не включайте эти. Есть возможность там интимом заниматься. Занимайтесь. Хочется терпите. Нет, нельзя. Хочется делайте. Требуйте. Хочется ешьте. Хочется занимайтесь. Хочется любите. Хочется работайте. Но человек отработал. Есть один человек. О, я так отработал. Нет, я отработал. Ого, вот это я шуганул, а так отработал. М-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Что забываем, что строим-то мы сами это все. Это похоже на анекдот, знаете, там аккуратно-аккуратно задавишь, аккуратно-аккуратно задавишь, аккуратно-аккуратно задавишь. И потом человек, которому это говорит, слушай, зачем ты мне говоришь аккуратно-аккуратно задавишь, ведь ты же за рулем сидишь. И так и люди, они очень часто говорят, там аккуратно-аккуратно, аккуратно, в чем тут аккуратно, у тебя руль. Кто тебе должен давать, кто для тебя должен ехать, ты едешь. как мне получать счастье, да как кто за рулем как мне быть счастливым, да как кто за рулем елки-палки как мне радостно, я не могу понять это я скажу, как быть радостным вы станете, да как кто за рулем ну вашу жизнь, разберитесь в себе, найдите в себе эти силы, начните себя в этом воспитывать не все легко, не все просто, по чуть-чуть все будет получаться моего сына уже несколько раз предали что мне нужно сделать, чтобы он встретил ту единственную с которой, так раньше уже сказал вам или вы решили много раз мне это написать Насипа Гишев, двое бывших друзей Виктора и Самат предали, сына предали, я вас прошу, что за бред это называется просто общение просто общение когда есть неправда, с одной стороны то есть неправда и с другой стороны как все устроено если в момент того, когда мужчина начинает встречаться с женщиной что-то не лежит в его сердце к ней то рано или поздно она начнет его предавать почему? когда не по-настоящему у мужчины женщина это чувствует и потом у нее начинаются претензии это обоюдно либо легло до души, либо не легло а бывают люди, которые там себе внушают мужчина может говорить да нет, она мне нравится, да я ее люблю, да еще что-то а потом он ей начинает у тебя там попа большая, у тебя там щеки большие хватит жрать я вообще не хочу с тобой больше заниматься сексом женщина чувствует себя никому не нужной молодой, знаете, потом говорит да пошел он женщина, когда изменяет мужчины, что она хочет? так ответ понятен женщина хочет, чтобы кто-то ей говорил какая она самая красивая и в одежде красивая и без одежды красивая и лежит красиво и ходит красиво и волосы красивые и губы красивые и нос красивый и пальчики красивые и согнулась красивая и разогнулась красивая и говорит красиво и думает красиво И вообще, если мужчина начинает встречаться с женщиной, и он говорит, я много работаю, я тебя люблю, а где красивая, где ты сказал красивая, о чем она мечтает? Она мечтает, чтобы она хоть кому-то нравилась, чтобы хоть кому-то, хоть что-то нравилось. А мужчины начинают, я зарабатываю, да это никого не беспокоит вообще, дали тебе женщину, восхищайся ей, что надо делать, когда ты видишь женщину, ты самая красивая. Пусть запомнят слова, которые нужно говорить женщине каждый день, мои глаза никогда не видели такой красоты, как ты, ты моя любовь. И дальше по пунктам, квиточка, зайчик, пташечка, рыбка, солнышко, любовь моя, любимая, дорогая, золотая. И когда она говорит там, все, я не хочу, мужчины многие говорят, так, я тебе сейчас расскажу. Неправильно, а что нужно делать? Я не хочу. Конечно, любимая, конечно, как скажешь, так и будет, а дальше уже как вы захотите. Так нужно, почему? Человек хочет, сделайте. Понимаете, сказать это не значит сделать, знаете. Эх, так всегда все сложно. Как не попадаться на уловки мошенника, очень часто в жизни меня обманывают. Поставьте себя и скажите, вот смотрите, меня очень часто обманывают, скажите себе такие слова. Вместо вас никто для вас ничего не заработает, раз. Второе. Если вас много раз обманывают, это говорит о том, что вы внешне создаете, внешне создаете ощущение, что вы человек, которого запросто можно обманывать. Три. Вы помните слова Грибоедова? Я сам обманываться рад. Меня обманывать не сложно, я сам обманываться рад. Или это у Гоголя было в ревизоре. Или у Горького даже, да. Не, у Горького это там ползать, летать не может, это у Горького было. А это я не помню у кого. Наверное, все-таки у Гоголя. И что нужно делать? Послушайте, вы сами себе ответили на вопрос. Что делать, чтобы мошенники меня не обманывали? Не делайте так, чтобы мошенники вас обманывали. Как? Меня не обманывают, я никому ничего не даю. Мне человек пишет, я сделаю для тебя. Пошел в сад. Я сам для себя сделаю. Я знаю, так сегодня один позвонил и говорит, вот я решил для тебя специально. Послушайте, я живу всю свою жизнь, я никому не звоню и не говорю, я хочу. Вот у меня сейчас большой бизнес, там пять компаний, свой завод, есть отели, рестораны и так далее. Я никому не звоню никогда и не говорю, слушай, я специально для тебя решил сделать бизнес, чтобы тебе помочь. Зачем мне это? Скажите, я хочу это услышать. Зачем мне это? Скажите, зачем, если я сам умею зарабатывать? Зачем мне кто-то? Вот мне сегодня человек звонит и первые его слова, Андрей, привет, спасибо, там, бла-бла-бла. Потом говорит, вот я открываю компанию, я ее буду здесь делать, я могу предложить, ты много для меня сделал, из-за этого я тебя хочу взять своим компаньоном и там вот мы сможем зарабатывать и так далее. Зачем? Ты сам можешь зарабатывать, ты сам можешь открыть, у тебя самого все получится. Зачем тебе я? Я работать не умею, в этом бизнесе я ничего не понимаю. То есть ты согласен работать на меня? Зачем тебе это? Ну, как бы, конец. И человек приходит ко мне и говорит, дайте мне денег, мне очень надо, у меня проблемы. Но я заставлял тебя, чтобы проблемы были? Нет. Ну, тогда почему я их должен решать? Человека заставляют делать вот что. Каждый человек в своей жизни должен сделать вывод. Когда человека занимают деньги и не отдают, он должен признаться перед собой и сказать, я некомпетентен. Я создаю впечатление человека, которого можно кидануть. Я создаю впечатление человека, которого можно запросто вот так вот обмануть и он ничего не сделает. Значит, я должен сделать вывод. Какой? Я делаю вывод, что я никогда больше никому не займу. Почему? Мне никто не отдает и меня все кидают. Буду рассчитывать только на себя. Я такой вывод сделал, слава богу, еще в 15 лет. Я понял, что никто мне не заработает и не даст. Никто никогда не может быть для меня честным компаньоном. У меня был один мой знакомый, его звали Витя, он из Харькова, не знаю он жив или нет. Он всех кидал всегда. И вот я с ним начал общаться, он говорит, давай со мной бизнесом займемся. Я вот так сижу и говорю, Витя, мы ехали с ним, я его подвозил. Он говорит, он пельменями занимался и говорит мне, Андрей, я вот у человека взял, ну я его кидану, не буду ему даже отдавать. А я говорю, а если он придет к тебе, дам ему в нос. Для меня это было таким шоком и откровением. Знаете, я не мог понять, я рос в такой семье, где было по-другому. У нас честность была в семье, знаете, у нас мама нас так воспитывала, говорила все время, не хитрите, будьте честными. Ну как-то так. Наказывали, если кто-то обманывал. Я даже говорил честно оценки, как и у меня всегда. А здесь вот такой вот, для меня это было таким шоком вообще. И я понял, что если бы я стал его, он говорит, а будем вместе, я смогу там заработать, смотри здесь. Я понял, что нет, нет. Почему? Слушайте, если он запросто кидает людей, как я с ним могу быть компаньоном? Вот точно так же меня кидет. Поэтому человек, которого кидают, должен сказать, меня, у меня карма, меня все кидают, делаю вывод, никому не занимаю и зарабатываю только сам. А все остальные в сад. Все. И все, и на этом конец. Сделайте вывод. А так получается, вы вывод не делаете, что вас можно кидануть. И вас вновь и вновь кидают. Признайтесь себе, что вы тот человек, у которого на лице написано, что его можно обмануть. Скажите, все, а есть арабский анекдот, знаете, женщину в пустыне все время насиловали, а потом пришел мужчина к ней, и она говорит, послушай, почему все, кто проезжает мимо меня, меня насилуют? Что на мне намазано? И он сказал ей, уважаемая, когда ты следующий раз будешь встречать людей, которые едут тебе навстречу, одевай паранжу, не стой перед ними голой. Точно так же у людей, знаете, сделать вывод, человек говорит, я все время голый, почему меня насилуют? Нужно просто себе сказать, я принципиально не отдаю никому, принципиально не занимаю никому, принципиально почему? Да у меня на лице написано, вот я не занимаю, почему? У меня на лице написано, что нельзя отдавать мне. Почему написано? Да я все знаю. Мне когда-то предлагали работу, работать, сейчас будем улыбаться, предлагали работать в разведке. Да, правда, это была такая история, у меня там есть образование такое, и человек говорит, вот будешь зарабатывать и так далее. Я говорю, зачем, что во мне такого? Он говорит, у тебя лицо настолько наивного человека, глаза большие, нос большой, на тебя никогда не скажешь, что ты умный, у тебя же офигенная память. Ты цифры запоминаешь, языки знаешь, и тебя никто не додумается, что ты умный. Вот просто сиди, на тебе видно, что ты вот просто человек, который не интеллектуальный, совершенно. Нос большой, глаза вылупленные. Говорит, у тебя на лице написано, что у тебя там три извилины и все, конечно. Ну спасибо. Он говорит, ну так и есть. А это же обманчиво, когда внешний вид не соответствует с тем, что есть на самом деле. Он говорит, все, супер. Я понял с того времени, наверное понял с того времени, что если я создаю такой визуальный образ, то мне сто процентов, и у меня всегда по жизни были люди, видя меня, общаясь со мной, через три часа обязательно говорят, что у них проблема, займи денег. У меня первые ступени были первые вот такими. Люди, проходи первые ступени, приходили ко мне через три месяца, и каждый там третий звонил и говорил, вот у меня нечем заплатить там за ребенка, нечем заплатить еще что-то, дай мне денег только. Я тогда сказал, я сказал такие слова, и я их говорю, я дал обет перед Богом, больше никогда никому не занимать. Хочу дать деньги, просто подарю. Все, другого не было. Что мне нужно делать, чтобы он встретил ту единственную, с которой в радости и счастье не лезть к нему, сам найдет? Говорю вам это серьезно, меньше лезьте туда. Найдите своего единственного радостного и счастливого, с которым вы всегда проживете. Чего вы туда лезете к нему? Каким боком вы вообще к сыну и его счастью? Вы-то при чем? Пусть он сам найдет, пусть он, что он вам вообще рассказывает? Пусть живет, дайте ему свободу. Моя мама никогда не влазила. Я говорю, вот у меня там неправильное отношение. Правильно? Говорит, слушай, лишь бы ты был счастлив. Я еще обижался, думаю, ну почему она не хочет участвовать в этом всем? Потом понял, она давала свободу. Боже мой, как же я ей в этом признателен. Потому что моя мама дала мне свободу. Она все время говорит, какой молодец, какой молодец. А если там что-то происходило, она говорит, еще найдешь. А если там что-то, он говорил, там у меня было расставание тяжелое. Она говорит, ничего страшного, еще найдешь. Я говорю, ну она плохая. Она говорит, да слушай, зачем оно тебе надо? Плохая, хорошая, ищи такую, какая тебе понравится. Бог поруя. Валентина Сизова. Мне прописали по жизни Депакин. Но люблю карты Таро, можно заниматься лучше оставить. Конечно занимайтесь. Причем тут Депакин картам. У меня на мизинце пальцем можно сделать. У меня какой-то укус на указательном пальце можно сделать. Скажите, пожалуйста, это может быть у вас что угодно. Базолеома, меланома и так далее. Идите к врачу, пусть вас кожевен врач осмотрит и скажет, что это такое. Не шутите с этим. Скажите, есть ли способности целителя, чтобы в этом развиваться, Татьяна? Да, Татьяна Дубонос, у вас есть дар целителя. Обязательно пройдите мои курсы, которые называются обучение целителя. И буду очень рад вас видеть уже обученным целителем. Это трехдневный семинар обучения целителей. Проходите и будете самым лучшим целителем в своем регионе. Я желаю вам всем успеха и прекрасных выходных. Надеюсь, у нас получился хороший вебинар. Только он у нас какой-то не особо эзотерический получился. Но тем не менее, я думаю, что было интересно. Всем спасибо, до свидания.